19 января – особый праздник для православного мира – Крещение Господне, или, как его иначе называют, Святое Богоявление. В этот день проводятся торжественные богослужения. Сегодня на молитву в храме святителя Николая Мерликийского в Губкинском собрались десятки прихожан. Христос истинный Бог так, молитвами причистая Своей Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яка благо и человека любит. По окончании богослужения верующие совершили крестный ход. Торжественно, с колокольным звоном и молитвами, в этот день православные отправились к реке Пикапур. На реке были заранее приготовлены купели и иордань. Здесь отец Валерий, настоятель храма святителя Николая Мерликийского, совершил чин освящения воды. Считается, что вода, освященная сам праздник, имеет уникальные целебные свойства. В этот день принято окунаться, умываться и, конечно, пить святую воду. Господи, Иисус и Сыне Божий, помилуй и сохрани. Господи, Иисус и Сыне Божий, помилуй. Одна из главных традиций – окунание в купеле. Символ того, как Иисус в возрасте 30 лет пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Окунаются в этот день и в Губкинском. Несмотря на 30-ти градусный мороз, людей на реке собралось достаточно. В этот день православные, перекрестившись, заходят в ледяную воду и окунаются с молитвой, три раза с головой. Многие прихожане делают это с восторгом, ощущая при этом душевный подъем и великую радость. А что вот вы вообще ощущаете сейчас? Легко. Мудрость. Не холодно? Нет. Традиция окунаться в ледяную купель в крещенский день крепнет с каждым годом. Совершать этот обряд следует только с благословения батюшки, с чистыми помыслами и с верой. Я это делаю не первый раз. Кто верует, тот и делает. Ощущение как бы сначала холодно, а потом тепло становится. Холодно, очень холодно. Вода холодная. Но потом быстренько друг разогрел, полотенцем растер. Все. Сейчас в Челябинск поедем обратно. Тут у вас в гостях мы. Рядом с купелями стояли палатки. В них мужчины и женщины могли переодеться и подготовиться к омолению. И хотя, по утверждению верующих, окунаться было не холодно, на всякий случай у купели дежурили врачи и сотрудники экстренных служб. Елена Канина, Олег Семагин. Новости Губкинского.